На форум многие приехали из глухих сел, где даже не слышали о монетизации контента и о том, что все СМИ уже давно перебрались в интернет. Здесь ситуацию пытаются исправить эксперты из федеральных изданий. На протяжении всего дня они проводят мастер-классы, читают лекции и обсуждают самые острые темы. Например, цензура в интернете. На форуме даже прозвучала саркастическая фраза, что Барнаул – столица экстремизма. Судя по историям об уголовных делах, зарепосты и картинки. Есть органы правоохранительные, которые обязаны просто по природе своей, обязаны заботиться о том, чтобы законы исполнялись. Каких-то сверхъестественных действий с помещением людей в следственный изолятор, непригодные условия и все такое прочее тоже не произошло. Идет спокойное разбирательство. На подписчиков крупнейшего интернет-сообщества «Края Барнаул-22» неоднократно писали заявление за оскорбление личности. Алексей Куреленок давно понял, как далеко могут завести высказывания, носящие религиозный или политический характер. Как руководитель группы он следит за контентом, но вычитать все комментарии невозможно. В день на странице сообщества их появляется тысяча. Если не ошибаюсь, все это заканчивалось мирным урегулированием конфликтов. Но люди, я думаю, теперь понимают, что необходимо следить за своими словами, постами, действиями в интернете. Написал комментарий, просто так и забыл про него. Но потом придут к нему и спрошат, зачем ты это сделал. На форуме прозвучало несколько предложений. Одно из интересных – председатель Союза журналистов Алтайского края заявил, что наряду с программой «Сельский доктор» должна быть программа «Сельский корреспондент». Однако представители власти говорят, что бюджету так не хватит миллионов на все профессии. Видимо, большая нагрузка и низкая зарплата так и останутся вечными спутниками районных журналистов. Ирина Корчагина, Александр Антропов. Наши новости.